Играет музыка Отделение PMI Здесь случайно нет членов PMI? Ух ты! Очень рад вас видеть Мы давайте встретимся после выступления Классно! И да, мы классные PMI начинался в 1969 году Когда пятеро энтузиастов Из технологического университета штата Джорджии Решили создать небольшую коммуникационную площадку Чтобы вместе обмениваться какими-то практиками Общаться, развиваться в области проектного менеджмента Сейчас мы выросли в глобальную организацию Которая насчитывает более 500 тысяч членов по всему миру В трехстах отделениях Одно из них московское И, наверное, вы знаете сертификацию PMI, PNP Здесь есть PNP в зале? Супер! Но, как бывает с организациями, которые растут Мы начинаем забывать, с чего все начиналось И начинаем забывать какие-то фундаментальные вещи И обрастаем какими-то как раз мифами и легендами Давайте начнем с мифов о PMI С чем вас союзирует с PMI в первую очередь? С PMBOOK? Который PMBOK? Что? Именно так, да Так вот, PMI это не только PMBOK PMBOK это действительно самый популярный продукт PMI По всему миру продано более 6 миллионов копий на данный момент 6 миллионов копий, действительно много, да Мы его издаем с 1996 года Но помимо PMBOK существует огромное количество гайдлайнов, преймворков и стандартов Не то чтобы на все случаи жизни Но многие вопросы проектного менеджмента вполне закрываем Второй вопрос, более важный и для сегодняшнего выступления в частности PMBOK это не методология PMI понимает методологию как некую прескриптивную систему Которая приписывает вам что делать Это свод неких правил Вы делаете так, вы не делаете по-другому И так вы приходите к успеху, к счастью, так у вас все получается PMBOK нет, это не методология PMBOK это свод знаний Вы можете на основе PMBOK разработать свою корпоративную методологию Вы можете просто использовать PMBOK как справочник Там описано довольно много процессов, они хорошо описаны И хороший проектный менеджер может пользоваться PMBOK, чтобы выбрать то, что ему подходит Чтобы выбрать подходящие инструменты, подходящие методы Но это не методология PMBOK это основа, на которой методологии можно разрабатывать И наконец, PMBOK это не waterfall Поднимите руки только честно, кто считал, что PMBOK и водопад это почти синонимы Все? Только два человека? Это организаторы? Давайте откровенно, я очень часто слышу, что PMBOK это waterfall Или что PMBOK это только про работу по waterfall И очень часто я это слышу от людей, которые вчера прошли какой-то тренинг Вот есть такое устойчивое мнение, что PMBOK это про водопад Что PMI не любит agile, только каскад Нет, это тоже не так, даже совсем не так Когда PMI появился в 69 году, слово agile, как вы понимаете, не существовало В 96 году оно тоже не появилось Agile MinFest был подписан в 2001 году В 2004 в PMBOK уже внесли некоторые коррективы с тем, чтобы стало понятно, что можно работать и по agile А в 2017 году вышел 6 PMBOK и он вышел одновременно с agile practice guide Agile practice guide это новый продукт для PMI, он отличается и по стилистике И что очень важно, он разработан в партнерстве с agile альянсом Его разрабатывала совместная команда То есть там были специалисты из обеих организаций И задумывался agile practice guide как некий мост между сообществами Нам всем нужны какие-то результаты Мы же не фанатики, нам не нужно идти по waterfall, потому что мы приверженцы waterfall Или по agile, потому что мы приверженцы agile Но очень часто возникает какая-то пропасть Вот здесь есть agile, здесь есть waterfall Чтобы перейти эту пропасть, чтобы в какой-то мере легализовать в проектном сообществе agile Если требуется легализация еще Был создан agile practice guide А теперь давайте перейдем, наверное, к самой теме Вот противопоставление agile waterfall, оно происходит достаточно часто Но, когда противопоставляют, очень редко задумываются о том, что противопоставляют с чем У меня на титульном слайде была цитата из «Айн Рэнд» Атлант расправил плечи Противоречий не существует Проверь исходное положение Давайте тоже проверим исходное положение Что такое agile? В одно-два слова кто скажет? Гибкость Философия, может быть? Манифест Agile – это система ценностей Agile – это, можно сказать, философия Можно сказать, даже культура Мне очень нравится эта модель авторства Ахмеда Ситхи Она представляет Agile как майнсет, основанный на четырех ценностях Поддерживаемый двенадцатью принципами И разделяемый большим количеством различных практик Сюда мы относим и методологии, и фреймворки, что угодно Главное, чтобы они разделяли ценности и принципы agile manifesto Вот что такое agile – это система мышления И любой из нас может зайти на сайт agile manifesto И обратиться к первоисточнику Вот что это за система мышления Вот что это за ценности И вот что это за принципы То есть в первую очередь agile он должен быть вот здесь вот у нас В голове и немножко в сердце Разделяем мы эти ценности и принципы или не разделяем И вот мы противопоставляем agile waterfall А кто может перечислить пару ценностей из waterfall Или пару принципов из waterfall Кто, кстати, в зале читал waterfall manifesto? Смелее Нет? Нет? Никогда не сталкивались? На самом деле это объяснимо Вот этот слайд – лучшая иллюстрация waterfall manifesto Которого не существует Потому что waterfall – это не система ценностей Waterfall – это не философия Waterfall – это не культура Нет никакого waterfall manifesto Зато есть мифический waterfall Наверное, все видели эту схему Ну, водопад, да, поэтому называется waterfall Каскад, водопад Эта схема, я не стал составлять скриншот Потому что скриншот из статьи 1970 года Он не очень симпатичный Но да, эта схема впервые была встречена В статье 1970 года авторства Уинстона Ройса Как считается, в этой статье Уинстон Ройс Впервые описал водопадную модель И описал ее именно в таком виде Но это не совсем так Это скорее миф Статья представляет для себя рассуждение Уинстона Ройса Он об этом пишет в первом абзаце Что Сейчас я представлю вам некоторые свои рассуждения О том, как можно управлять проектами по разработке программного обеспечения Как вы понимаете, в 1970 году вопрос стоял не менее острый, чем сейчас Сейчас все думают, как лучше А тогда думали, в принципе, как Понимать, не было ни у кого персональных компьютеров, макбуков Все только развивалось И на одной из первых страниц мы видим эту схему Это базовая схема, от которой Уинстон Ройс отталкивается в своих рассуждениях Он не говорит, что вы должны управлять проектами по разработке программного обеспечения таким образом Таких слов нет Наоборот На следующей странице мы видим вот такую вот картинку Где он указывает на итеративный характер взаимодействия между различными фазами То есть он не то, что не говорит, что итерации не бывают, итерации не существуют Наоборот, в своих рассуждениях он показывает, что вообще-то не совсем так, как вот здесь Скорее, как вот здесь Но он и на этом не останавливается Дальше он предлагает пять шагов по улучшению этой модели Он пишет, что модель я в целом нахожу здравой, работающей, но нужно делать так-то, так-то И, кстати, одним из этих шагов является involve the customer Увлечение пользователя Уже что-то немножко напоминает, наверное, да? Это то, что касается модели Кстати, термин waterfall Уинстон Ройс не использовал в своей статье Его нет Есть статья от 1976 года за авторством Хайса, если не ошибаюсь В которой он отсылает, кстати, Уинстона Ройса Где Уинстон Ройс описывает waterfall Уинстон Ройс не знал, что он именно waterfall описывает Так, знаете, немножко личная трагедия Когда ты рассуждаешь, очень хорошо рассуждаешь Предлагаешь какую-то модель и предлагаешь, по сути, диалог, да? Как мы сделаем ее лучше? А все запоминают одну картинку, придумывают за тебя название И говорят, что ты автор неработающей модели А потом еще 40-50 лет будут с тобой заочно спорить Причем сам Уинстон Ройс, он тоже не остановился в своих размышлениях Он продолжил работу и уже десятилетия спустя он публиковал Modified waterfall models То есть он тоже продолжил движение вперед Только мы почему-то остановили этот диалог с ним И зачем-то критикуем Хотя человек действительно сделал шаг вперед Он начал описывать то, что до него не делали Так вот, теперь давайте от мифов перейдем к реальности Waterfall – это форма жизненного цикла проекта Я думаю, все с этим согласятся, да? При которой содержание, сроки, стоимость мы фиксируем по возможности в начале, да? Поэтому можно назвать waterfall предиктивной моделью То есть мы делаем какой-то план и стремимся ему следовать Опять же, это упрощенная картинка Это схема, да? Оно не дословно так происходит Но условно-предиктивная модель Она идет слева направо, да? Это не единственная модель жизненного цикла Никто не настаивает на том, что нужно делать именно так Есть другие модели Итеративная Инкрементальная И гибкая модель, да? Итеративно-инкрементальная модель Которая совмещает в себе итеративно и инкрементально Это уже ближе к реальности, чем итеративно и инкрементально по отдельности Может создаться, что вот на одном полюсе есть водопадная модель А на другом гибкая модель Но это тоже ведь не совсем так Ну, если честно, в комплексных проектах Могут существовать очень мирно и очень успешно Обе модели И Контерфольная Каскадная И Гибкая Или наоборот, да? Ну, в зависимости от специфики проекта Это нормально И Нормально Другая картинка Когда, например, команда переходит на agile И уже какие-то практики взяла из agile Но при этом по каким-то причинам используют и какие-то waterfallные практики Ну, то есть, возможны совершенно разные варианты сочетания этих двух моделей В этом никакого криминала нет Но здесь самое занятное Мы рассуждаем зачастую, что лучше, да? Waterfall или agile На всех профессиональных мероприятиях идут какие-то дискуссии, да? А что вам лучше подходит? Или А что эффективнее в такой-то сфере? А применим ли agile там-то? Это все здорово и это очень хорошо Но давайте откровенно Проблема не в том, что Кто-то выбирает не совсем тот подход Проблема в том, что Большинство просто работают вслепую Вот положа руку на сердце А у всех компаний Так вот хорошо развита проектная культура, да? Не важно, что вы предпочитаете А все ли действительно работают в соответствии с ценностями agile манифеста? Или все, кто говорят, что Мы за Waterfall Они что, все очень хорошо что-то планируют? Ну, не думаю PMI проводит исследование, называется Пульс профессии Проводит его с 2006 года Сейчас в 2018 году вышло уже десятое исследование И это исследование включило в себя опрос Ну, порядка пяти тысяч респондентов Действительно глобальное исследование По всему миру проводится И оно показывает такие результаты Вот первая цифра очень красивая Очень оптимистичная Девяносто три процента организаций Используют стандартизированные практики управления проектом Казалось бы, все здорово, все получилось Но эти же люди в своих ответах показали Что вообще-то они их не везде используют То есть мы ограничиваем Вот здесь у нас есть управление проектом Здесь у нас нет Здесь вот команда работает по скраму А вот те ребята, они вообще не в курсе То есть представляете 70% ограничивают использование стандартизированных практик Это не значит, что если мы в одном блоке их используем, а в другом нет То 50 на 50 По сути это значит, что никто не получает ценность от использования этих практик Но это невозможно Есть команда, которая работает по какой-то своей схеме Которая разделяет какую-то культуру Но при столкновении даже не с внешним заказчиком Или с внешним подрядчиком А со своими же коллегами из той же компании Она наталкивается на непонимание Вот это действительно серьезная проблема Доказательство, что это проблема Компании, которые используют хотя бы какой-то подход Работают гораздо лучше Зеленым цветом мы видим результаты Компании, которые регулярно используют стандартизированные практики Не важно в каком подходе Синим те, кто не используют Среднее значение на самом деле Ну где-то посередине 69 проектов по данному исследованию В целом достигают целей И чуть больше 50 в рамке бюджета укладываются И заканчиваются в срок Вот это реальность Пока мы рассуждаем Все ли хорошо в Agile или Waterfall Кто-то не использует ни то, ни другое Кто-то использует кое-как Те, кто используют, получают лучшие результаты Разумеется, лучшие компании Не затачивают проекты под какой-то подход А выбирают подход, который больше соответствует проекту Который больше соответствует культуре организации Который больше соответствует возможностям и потребностям команды В целом, достаточно справочная информация По данным исследованиям Чуть меньше половины используют претективный подход Около 30% гибкий И 23% используют те самые гибриды Исследование проводилось, как я уже говорил, глобальное Оно включает в себя не только IT-специалистов Уверен, что в IT-секторе Чисто в IT-секторе Результаты были бы немного другими Но тот самый вопрос, который сегодня уже обсуждался А как лучше выбрать подход? Сейчас у нас будет небольшой интерактив Я не просто спрашивал у кого есть ручки Кто хочет немножечко порисовать Пожалуйста, поднимите руки Вам сейчас раздадут листы Листов ограниченное количество Поэтому будьте смелее Если вам не хватит листа, это тоже ничего страшного Это упражнение можно проделать и умозрительно Но пока раздают листы, я вам расскажу про самый простой подход Это Стейс и комплексти модел Модель помогает вам принять решение о выборе подхода На основании уровня неопределенности Вполне логично предположить Подумать, что в ситуации, когда Заказчик четко знает, чего хочет А исполнители четко знают, как этого достичь Мы можем использовать предиктивный подход Ну, мы же понимаем, чего от нас хотят в конце Мы можем поставить цель Мы можем сделать план, как этой цели идти И здесь хорошо работает каскад По мере роста неопределенности Растет актуальность и эффективность использования адаптивных методов Но Не все же так просто И неопределенность это не единственный фактор, который Оказывает влияние на эффективность того или иного подхода Сейчас мы пройдем небольшой опрос Все получили листы, кто хотел? Отлично Эта штука называется Agile Suitability Model Вы можете ее найти в том самом Agile Practice Guide Но, разумеется, она гораздо старше И это не единственная модель Которая позволяет говорить о выборе подхода Она уходит корнями еще в DSDM, но не суть Эта модель предлагает вам ответить на вопросы, разделенные по нескольким блокам У вас классические цвета на листах RGB В идеале, естественно, не один человек проходит такой опрос А несколько человек, включающих представителя команды и представителя бизнеса Как минимум Но сейчас я прошу вас сделать такое небольшое упражнение Представим, что вы во всех лицах три едины Пожалуйста, у кого есть листы, кто будет сейчас участвовать в интерактиве Вспомните свой проект, который вы сейчас ведете Наверное, много людей, которые ведут много проектов или участвуют во многих проектах Вспомните самый спорный с точки зрения того, какой подход актуальней Или самый любимый, или наоборот самый нелюбимый Получилось? Хорошо И такой первый вопрос А у вас на этом проекте, как бы вы сказали, что вы работаете по Agile или по Waterfall Кто сказал по Agile? Поднимите, пожалуйста, руки Хорошо А кто по Waterfall? Супер Запомните, пожалуйста, ваши ответы Поехали Первая категория – культура Спосор проекта или куратор проекта Поддерживает применение гибкого подхода? Если да, ставьте точку на единице Если нет, на десятке Не бойтесь промежуточных значений Как правило, правда, она где-то посередине Да, поддержка синяя Не-не-не, сейчас Это культура Сейчас скажу, каким цветом у меня Культура синяя и поддержка Вот слово «поддержка» первое Находите первое слово на листе У кого, кстати, получилось единичка? А десятка? Тоже есть Хорошо Переходим к второму вопросу Вопрос про доверие А представители бизнеса Они верят, что вы способны Трансформировать их видение в продукт Именно Трансформировать При условии Поддержки Обратной связи Постоянной Воспринимаем это как данность Но они, в принципе, и верят, что вы способны Это сделать Не просто отработать по ТЗ А превратить видение в готовый продукт Если да, ставьте единицу Если нет, навряд ли, то десятку У кого единица? А десятка? А есть те, кто выбирает что-то посередине? Отлично А автономию вам дают? Вы сами принимаете решение? Если да, то единица Если нет, то десять Ну ситуативно, ставьте что-то посередине У кого полная автономия? У кого единицы? Такие есть? Два человека, хорошо А кому вообще не доверяют? Автономия от команды? Автономия от команды? Но это точно будет не единица Ну то есть, да, идите дальше по оси Переходим в домен команда Домен команды у нас красный цвет Размер команды, основной команды Core Team Здесь шкала, не буду ее зачитывать Если команда до девяти человек, единица Если То десятка Много тех, у кого меньше пяти получается? Меньше пяти много? Не-не-не, цифра на шкале Окей Все проставили А команда, она весь функционал хорошо скрывает? Вот у вас на каждую роль, на каждое направление, на каждую задачу Есть по одному опытному члену команды? Да, единица Если вообще все плохо, то десять Все плохо? Хорошо Но очень разумный вопрос А у команды будет регулярный доступ к представителю бизнеса? Или не будет? Если да, единицы Если нет, десятка Вопросы сформулированы ежедневные Ну, камон Если через день этого достаточно, ну, наверное, это ближе к единице Есть те, у кого все плохо? Нет? У всех все хорошо? Есть у кого десятка? Есть Есть Понятно Переходим к проекту Изменения Насколько Насколько Ожидаемые изменения? Ожидаете ли вы изменений постоянно, да, ежемесячно? Есть ли вероятность, что половина требований поменяется? Если да, ставим единицу Если Ну, требования практически меняться не будут, ставим десятку Ноль? Ну, все, вы прошли Ставьте прям по центру Хорошо Это, на самом деле, очень важный вопрос Очень важный и очень тяжелый Мы всегда несем ответственность за наши действия Ответственность бывает разной И наши ошибки приводят к разным последствиям Бывает, что мы просто потеряем время Ну, не получилось, но потратили время, ничего страшного, идем дальше Бывает, что мы вкладываемся в какие-то высоко рискованные проекты Вкладываемся свободными деньгами, но мы их потеряем, ну, потеряем, ничего страшного Бывает, что мы ставим под угрозу существование бизнеса, да, теряем какие-то основные ресурсы Но бывают и такие случаи, когда цена ошибки – это чья-то жизнь Или даже много жизней Ну, погибнут люди, извиняюсь Десятка – это вот именно тот случай, когда цена вашей ошибки – это много жизней Единица – только время У кого ближе к десятке? Есть такие? Нет? Всем повезло? Хорошо И, кстати, да, последний вопрос А ваш продукт, он вообще хорошо бьется на инструменты? Вы его можете поставлять по частям? И связанные вопросы, читайте их вместе Ну, если да, если вы можете поставлять по частям А заказчик, то он обратную связь вам давать будет? Или не будет? Последнюю точку мы поставили А теперь, пожалуйста, обведите, соедините ваши ответы, ваши точки, линии Лучше жирно, чтобы вам было проще понять Это Радарная диаграмма – это не приговор, это не диагноз, это даже не утверждение По сути, это такая отправная точка для последующей дискуссии Что вам лучше делать И не только какой подход вам лучше выбрать А, возможно, вы хотите выбрать какой-то подход и это разумно Но вам необходимо немножко поменяться Вам необходимо что-то изменить Может быть, в отношении к заказчикам Может быть, как-то усилить команду Некоторые вопросы, ну, как цены ошибки Они не очень подвижны Но, в целом, эту диаграмму стоит использовать для дальнейшего обсуждения Поднимите, пожалуйста, ваши диаграммы Все равно у меня плохое зрение Все равно приятно, красивые картинки Спасибо большое Вижу Кто работал по agile? Ну, кто поднимал руку? Скажите Я уже, пожалуй, перелишну на следующий слайд То, что ближе к окраине – это то, где разумно использовать предиктивный подход То, что ближе к центру – вы по вопросам понимали, да? Это agile В серединке гибрид Вот те, кто говорил, что мы работаем по agile Как результаты диаграммы? Они совпадают, не совпадают? Да? Есть те, у кого не совпадают? Ага, а можно, когда я закончу, вас попрошу высказаться немножко? Спасибо большое Спасибо большое А есть те, кто сказал, я работаю по waterfall Посмотрел на диаграмму и оказалось, что кому она зачем? Есть такие, нет? Да? Скажите, что вы об этом думаете? Отлично У меня на самом деле все Я призываю всех к разумному подходу, без фанатизма Выбирайте то, что подходит вам То, что подходит тем, кто работает с вами И то, что лучше для вашего проекта Всем нужен результат И, пожалуйста, давайте перейдем к дискуссии Я уже попросил высказаться вот девушку, которая Сейчас все сама расскажет А потом, если можно, вот вас, да? Получится? Давай, подвоем сценарию тогда действуем Смелее Ну, у меня на самом деле получилось вот так Называется, я думала, что agile, но похоже подходит больше гибридной Две точки выходят А, по вашим ощущениям, если не про диаграмму, а про жизнь Вы согласны с этой диаграммой? Врет? Нет, я согласна Спасибо Скажите, а вообще много тех, у кого получилась, знаете, такая прям звезда-звезда Когда что-то, ну да, вижу, что-то прям уходит на окраину Я понял А что-то прям вот по центру Сложно работать? Очень сложно А можно вот, прошу молодого человека, а потом вот вас Раз-раз, слышно? Раз-раз, отлично слышно Угу То есть как? То есть работаем по предикатной модели Угу Но там заказчик Он уже, так сказать, не молодой, далеко не молодой Да И, так сказать, новые веяния не очень нравятся Но он дает достаточно много свободы Доверяет Дает самостоятельность в принятии многих решений Готов всегда идти до контакта В общем-то, в принципе, можно с ним работать Ну вот нужно, как сказать А может Павел Кубозович А может просто вам не произносить ему новых слов? Не пугать его? Ну, если не произносить, возможно, и получится Попробуйте Хорошо Спасибо большое Спасибо И молодому человеку вот рядом сидит Угу Так, ну у меня тут звезда вышла в сторону решений То есть, по сути, заказчик сам был за то, чтобы работать по аджайлу Ага Но просто в процессе там спринта на второй день прибегает и говорит «Нам нужен срочный релиз, давайте все остановим и сделаем вот этот тикет» И такое случается там несколько раз в неделю Несколько раз в неделю? Да У меня вспомнилась девушка, на днях общались Они переехали к заказчику, на площадку заказчика Ну, чтобы у них лучше было взаимодействие В итоге это вылилось в то, что каждое утро он их вызывает и говорит «Я тут подумал» Классно, да? Ну и вот она тоже не уверена Хорошо, спасибо большое Спасибо Пожалуйста, вот передайте микрофон Добрый день, спасибо за информацию Просто у меня, наверное, странный вопрос Дело в том, что я, грубо говоря, представитель заказчика То есть, я не разработчик, я как раз внутри бизнеса У нас вот так как-то спонтанно образовался подразделение Канал приходит задача и говорит «Изовряда, сделайте приложение» Причем даже не всегда понятно, что мы хотим Мы хотим просто бежать вперед, впереди диджитал Вы хотите хорошо То есть, клиент, грубо говоря, мой директор, он приходит ко мне как клиент Он, в целом, дает, например, свободу Он дает, естественно, фидбэк То есть, моментально можно к нему прийти и получить Но, например, у меня нет команды То есть, у меня либо аутсорс, либо пара человек Которые там выхватило дизайнера, выхватило разработчика А там, когда успела, тогда сделала Вот, я сейчас вот слушаю второй день, думаю Нужен Ижайл, не нужен Ижайл Приходить к нему с каким-то вопросом Типа, давайте внедрять новую схему разработки в этом подразделении Или нет, я вот сейчас немножко теряюсь Потому что, в целом, основная компания работает, ну, полуторфол Вот, то есть, странный вопрос Вы только микрофон не отдавайте, я просто тоже немножко потерялся То есть, смотрите, к вам приходят, нужно сделать приложение, да? У вас нет людей, вы либо аутсорс отдаете, либо находите пару человек Ну, у нас есть подразделения, просто они занимаются другими делами бизнеса То есть, там, внедрение там Да, и я их могу периодически просто вытащить на какие-то небольшие моменты Там, либо проверки, либо еще что-то То есть, полноценную команду собрать, посадить ее в одном месте И сказать, что вот теперь мы занимаемся только здесь, только тот, больше вас никто не трогает По крайней мере, пока Знаете, мне кажется, что это вопрос даже не про Agile и Waterfall И не про вас, и про команду Какая разница, если у вас нету не то, что выделенной команды, а в принципе команды И не всегда получается этих людей выцепить А задача приходит неожиданно и срочно Вы не можете ни... Нет, задача планируется, там не падает на голову То есть, мы, например, на год вперед понимаем, что нам нужно за этот год сделать вот, допустим, приложение И я понимаю, что в течение года мне это нужно сделать То есть, я считаю, какими ресурсами, как, куда, к кому обращаться Тогда отдавайте на аутсорс, если готовы, работайте с ними, потому что вам удобно То есть, не пытаться там донести до руководства, что можно сделать какую-то свою внутреннюю команду А у вас на нее будут ресурсы? Если доказать, что ли Если доказать, получается много если, да? Ну, просто оно все такое зыбкое, оно, грубо говоря, в процессе формирования Мне кажется, что если зыбкое, то лучше и не надо Лучше аутсорс проверенный, да? Лучше, да Хорошо, спасибо Лучше бы сделать те, кто хотят, могут Еще вопросы? Все устали? Добрый день, спасибо за доклад У меня диаграмма достаточно большой площади получилась Есть только маленькая проблема Вот команда на десятку А было бы 12? Наверное, я бы как раз... 12, да Да, вы до конца листали Просто у нас проектная команда человек на 500 приблизительно Как вы думаете, вообще возможно ли в таких командах говорить о доверии? Мне очень сложно измерять этот показатель Я совершенно не могу понять, эти люди... Вас Алексей зовут Так точно Алексей, я не верю людям Если серьезно, Алексей, я просто сейчас смотрю на вашу диаграмму У вас же еще есть поддержка на десятке И поставка на десятке Да Ну, то есть, наверное, вместе нужно посмотреть А если говорить о доверии Ну, знаете, вот в моем понимании любое большое множество Его можно разбить на много подмножеств Вот, и в большинстве случаев это целесообразно Я говорю сейчас не про выбор подхода и не про управление проектом Я говорю в целом И очень часто мы масштабом оправдываем другие какие-то проблемы, да? Не можешь сделать большое, но сделай маленькое Большое всегда состоит из много маленьких Вы можете выстроить доверие внутри команд, которые в этой цифре 500? Нет Увы Ну, тогда ваш ответ нет Спасибо Алексей Черных-Мария, спасибо за доклад Действительно, есть над чем задуматься Посмотрела на нашу команду, посмотрела на наш проект Как раз проект с высокой степенью неопределенности Наверное, больше не вопросов Посоветоваться, поговорить Действительно, есть проект с высокой степенью неопределенности В котором задействовано много людей Ну, очень похоже действительно На ту ситуацию, про которую говорил Олег Это большой проект, в котором участвуют микрокоманды Мы, получается, в таком случае спускаемся на уровень микрокоманд Работаем с ними И в каждой микрокоманде может быть свой способ управления проектами Правильно я понимаю? Отчасти Все равно мы укладываемся в те, скажем так, в те сроки В те цели, которые ставятся на уровне большого проекта Внутри самоорганизовываем команду Если вы можете выстроить взаимодействие между командами И если команды выбирают свой подход как-то осознанно А не по воле кого-то из этой команды одного И оно все выстраивается в общую логику Ну тогда, наверное, почему нет? Если же это просто какой-то хаос, где каждый суслик агроном Ну тогда оно не заработает Ну тогда, конечно, я могу сказать, что это просто какой-то хаос Ну тогда, наверное, какой-то хаос Это просто какой-то хаос